Рамки металлоискателя, блокаторы сигналов мобильной связи, камеры наблюдения в каждом углу. Сегодня школа номер 12 – это пункт сдачи единого госэкзамена, где присутствуют и общественные наблюдатели. На ЕГЭ допустят со скромным набором паспорт, ручка и бутылка воды. Строгий контроль и за самими тестами, которые, согласно технологии, поступят через интернет. В 9.30 поступает ключ, опять же, активизации экзамена. И только тогда член ГЭК вместе с техническим специалистом активирует этот экзамен и приступает в 10 часов утра к печати кимов. Ким – контрольно-измерительные материалы. Сегодня по литературе и географии. Досрочную волну в Красногорске на пункте ЕГЭ 2508 сдают не только местные, но и ребята из других регионов. Это обучающиеся по форме экстерната и выпускники прошлых лет. После 11 класса сразу ушел в армию. В армию понял, что хочу учиться. И сейчас сдаю литературу, русский язык, чтобы поступить в театральный. В свое время я сдавала другой предмет, я сдавала биологию, но я не хочу учиться по этой специальности, поэтому я хочу перепоступить. Но я затянула, потому что там три года. Я, получается, обучалась в университете и решила все-таки обучаться там, где я хочу. Я хочу в театральный. Большинство подмосковных ребят выбрали для сдачи общество знания, биологию и историю. По данным Минобразования региона, в восьми пунктах решали задания ЕГЭ в этот день больше полутора тысяч человек. Из них 120 в Красногорске. Основная волна ЕГЭ придется на май месяц. Продолжение следует...